Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы пойдем в латышский ресторан и попробуем латышскую национальную кухню. Многие у меня спрашивают, что вы едите. Так давайте познакомимся с сетью латышских ресторанов Лидуа и посмотрим, что латыши едят. Лидуа это сеть ресторанов самообслуживания. Вы заходите туда с подносом и выбираете обед. Обычно латыши начинают с салата. Набор салатов очень большой, начиная с овощных, заканчивая майонезными. В конце любим скушать десерт. Десерты у нас абсолютно разные. Это и десерты на взбитых сливках, мой любимый из овсяных хлопьев с клюквенным соусом. Это и шоколады, это и хлебный суп со взбитыми сливками. Очень разный, на разный вкус. Когда на улице холодно, тогда, конечно, нам помогает горячий супчик. Сейчас достаточно популярный тыквенный супчик на кокосовом молоке. А едим мы его с гренками и с тыквенными семечками. Если кто не любит тыквенный, тогда вы можете съесть борщ или солянку. Большой выбор у нас рыбных блюд. Есть и зажаренная рыбка с сыром, с помидорами, есть шашлычок из лосося или в каком-то специальном красном соусе. Вы едите это с овощами. Большой выбор мясных блюд. Из белой курицы и из индюшки. Также свиные. Конечно, латыши едят свинину. Свинина абсолютно разная. Или шашлычок, или ребрышки. Или вы можете выбрать свинину, зажаренную соусом в изюме. Кто любитель запеканок, тоже большой выбор. Разных с томатом и сыром. Мы очень любим грибочки с картошкой. Или же голубцы классические. Это тоже все предлагается в ресторанах Лидуа. Колбаски кровяную мы любим. Мы любим купаты или просто колбаски. Можно поесть классический латышский серый горошек со шпеком. Или выбрать какое-то блюдо с соусом. На гарнир латыши едят тутшеную капусту, рис с овощами, гречку, макароны или толчонку. Вы также можете выбрать свиную или куриную котлетку. Для любителей картошки фри абсолютно свежая поджаренная картошечка. Ну а тот, кто любит блинчики, тут тоже большой выбор из всяких разных. Вы можете съесть и с творогом, и с мясом, и с овощами. Люди берут подносы, ходят к разным стендом и набирают свой набор продуктов. А потом подходят к кассе и расплачиваются. Лидуа предлагает также комплексные обеды. И вы можете поесть обед или ужин за 3,90 евро. Лидуа еще делает свой собственный квас, и также свое собственное пиво. И продает эти напитки в бутылках. Я покажу вам, что мы едим на завтрак. Почти то же, что и американцы. Кто-то выбирает овощной омлетик, а кто-то ест яйцо глазунью. Обычно это с салатом и со свежевыжатым соком. На десерт я, конечно, выбираю десерт из овсяных хлопьев с клюквенным соусом. Очень-очень вкусно. Я люблю его с крепким черным кофе. Ресторанчик Лиду сейчас немножко пустует, но некоторые люди все-таки заходят поужинать или пообедать, или позавтракать на месте. Тем не менее, многие заказывают доставку продуктов на дом. Если вы хотите почувствовать латышский дизайн, то зайдя в ресторан Лидуа, вы увидите многие национальные рисунки, декорации девушки, которые обслуживают, ходят в народных костюмах. Я вышла на улицу. Сегодня достаточно холодно. Ресторан Лидуа обычно украшен очень красивыми огоньками к Рождеству и сохраняет праздничные декорации достаточно долго. Те, кто заказал продукты или ужин домой, ждут вот такого вот перевозчика на велосипедике. Делается доставка. Кроме того, у Лидуа есть свое производство. Они делают колбасы, котлеты и другие продукты из мяса, молока, овощей и предлагают в своих магазинчиках. Этот ресторан находится в центре Риги на улице Тербатес. Но самый большой центр Лидуа находится на улице Красто, на набережной. Там целый комплекс отдыха. Сегодня очень ветреный и холодный день. У меня замерзли руки. В ресторанчиках довольно пустынно. Надеюсь, из этого маленького тура вы получили представление о том, что едят латыши. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам рассказывать много интересного. С вами была Зажигалочка.